МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа новости рынка в CFC Markets. В нашей студии наш финансовый аналитик Дмитрий Лукашев. И журналист Сергей Кудряшов. Дмитрий, скоро исполняется 100 дней президентства Дональда Трампа. Что он успел сделать, что не успел? Расскажите нам об этом. Действительно, 100 дней – это довольно важная веха. И тем более в США это традиционный какой-то срок, когда они подводят итоги самого начала правления очередного президента. То есть у них есть такая историческая традиция сравнивать, сопоставлять. Вот давайте мы тоже ее поддержим. Давайте. Итак, значит, первым таким вот обещанием предвыборным у Трампа было строительство стены с Мексикой. Причем затраты на это строительство, по его мнению, должна была нести сама Мексика. Таким образом он пытался бороться с нелегальной миграцией. Ну, естественно, что это такое, можно сказать, ну, не то чтобы юмористическая совсем как бы идея. На грани, на грани. Да, скорее популистская, популистская, да. Ну и, в общем, мексиканцы категорически отказались от финансирования такого проекта. И, в общем, можно сказать, что пока в этом направлении ничего не сделано. Вот. Ну, еще одним обещанием было, значит, избрать в коллегии, там, Верховного суда судью республиканца. Вот. Ну, это произошло, но как бы это уж совсем внутренние американские дела, которые мы особо не будем комментировать. Ну, вот, да, в Конгрессе там он какой-то, по какой-то поддержку себе обеспечил. Еще таким более, скажем, известным, вот, обещанием была отмена реформы здравоохранения, которую предложил предыдущий президент-демократ Барак Обама. Вот. Это тема касается медицинских страховок, так называемая Обама-Кэр. ее суть в том, что расширение, в общем, предоставление бесплатных медицинских страховок на население с низкими доходами за счет повышения платы за страховки для среднего класса. Естественно, вот основные избиратели Обамы средний класс были этим очень недовольны. И, как мы знаем, он действительно предложил отменить вот эту Обама-Кэр, пересмотреть ее, но не получил, в общем, большинство в Конгрессе. То есть это обещание он не выполнил. Ну, вот еще обещание сократить негальную эмиграцию. То есть здесь, ну, 50 на 50, потому что... Но там же в основном касалось именно эмиграции эмиграции из мусульманских стран, насколько... Но это у него не получилось, то есть заблокировали вот это вот ужесточение получения эмиграции из ближневосточных стран, то есть это не получилось. Но зато как бы ему удалось сделать более строгими правила по миграционному законодательству внутри США. То есть 50 на 50. Новые мигранты продолжают пребывать, вот, но зато за старыми там более жесткий контроль. Вот. Ну и вот в международной политике тоже, в общем-то, сами американцы считают, что все получилось. Напомню, что инициативами Трампа было, в общем, ужесточение подхода к Ирану, Китаю, вот, к Сирии, борьба с исламским государством и, в общем, там, Северной Кореей и так далее. Здесь, в общем, с Китаем американцы, наоборот, подружились, в общем, и проблемы, в общем-то, Ирана тоже недостаточно как-то какого-то особого напряжения в них не наблюдается. Но зато сами американцы считают, что Трамп полностью выполнил свои обещания в части международных экономических соглашений. То есть он действительно вывел США из стран стихоокеанского партнерства и вот сейчас пересматривает соглашение о североамериканской зоне свободной торговли, то есть это Канада-Мексика. Вот. И считается, что такие меры помогут существенно улучшить экономическую ситуацию в США. И, значит, еще последним вот таким существенным фактором можно отметить вот его инициативу в социальной и налоговой сфере. В общем, это вот то, что касается налоговой реформы, то, что касается всяких вот социальных пособий и так далее. Но можно отметить, что в целом, вот резюмируя, вот американцы считают, что действительно Трамп со своей задачей, задачами справляется. То есть из последнего опроса общественного мнения, среди тех, кто за него голосовал в ноябре на президентских выборах, до сих пор его поддерживают 96% из его бывших избирателей. Здорово. Дмитрий, ну вот вы упомянули о налоговой реформе, которую как раз вчера команда Трампа представила в Конгрессе. Ну а расскажите, в чем ее особенность для физических лиц и для корпоративного сектора? Ну, действительно, это, можно сказать, основная его инициатива предвыборная. И вот он ее на последние вот эти 100 дней приберег, как вот, можно сказать, вишенку на торте. То есть это вот суть, суть, суть его победы на президентских выборах. Ну, вначале я хотел бы сказать, что это действительно очень важное, важное такое событие в американской внутренней политике, сопоставимое вот с тем, что сделал Рональд Рейган, вот его известная экономическая программа, такая, так называемая, регономика, вот. Она в начале 80-х годов прошлого века началась, вот. И вот основные реформы регономики произошли в 1986 году. Вот. Тогда был снижен подоходный налог с 70 до 28, ну, максимальная ставка. Ну, потом она немножко выросла, но неважно. То есть там снижение налогов было весьма существенным. И, в общем, все это привело к тому, что вот очень сильно вырос внешний и внутренний долг. То есть государственный долг США, вот, он, допустим, там, за 8 лет, с 80-го по 88-й год, вырос в три раза. Вот. Госдолг. То есть источником финансирования регономики были заемные средства. Ну, фактически ее финансировал капиталистический мир остальной. То есть остальные капиталистические страны вот за счет печатного станка, за счет покупки американских долговых бумаг вот всем миром профинансировали регономику. Но сейчас, Дмитрий, внешний долг Америки уже... Ну, сейчас будет другой, в общем-то, источник. Но вначале давайте вот немножко поговорим о сути вот того, что предложил Трамп. Напомню, что вчера вечером основные вот детали его налоговой реформы озвучили министр финансов и экономический советник. Значит, ставка подоходного налога может быть снижена с 39 до 33 процентов. Вот. Причем устанавливается необлагаемый налогом минимум. То есть беднейшие слои населения США там получат налоговую поддержку. Вот. Кроме этого, налог для корпораций предполагается снизить с 35 до 15 процентов. Причем для транснациональных корпораций он может быть снижен до 10 процентов. Вот. Это для тех компаний, которые платили налоги за рубежом. Вот. Как вот оценивают советники Трампа, более 2 триллионов прибыли американские транснациональные компании значит, оставляют где-то в офшорах и так далее. Вот. Предполагается, снижение ставок, ставки вернет эти средства в Америку. Вот. И в малом бизнесе тоже налог для компаний там сквозного налогообложения, это вот малое предприятие, тоже предполагается снизить с почти 40 до 15 процентов. Вот. То есть такие довольно достаточно существенные революционные преобразования ожидаются. Вот. Ну и об источниках. Понятно, что если где-то что-то, в общем, убывает, надо откуда-то взять. Вот. Как я вот говорил, Рейган взял это, значит, за счет облигаций, за счет долга. Вот. Сейчас он уже настолько велик, что вряд ли это возможно. Вот. И, в общем, дефицит бюджета Трамп предполагает покрывать за счет, вот, опять-таки, иностранцев. Вот. То есть это будет повышение налогов на импорт для... и ставки для иностранных компаний налогов, работающих в США. Вот. То есть даже речь идет о том, что там до 20 процентов импорт может быть облагаться вот всякими там пошлинами. То есть достаточно существенно. Вот. Но есть и критика. То есть не факт, что вот эту программу утвердят в Конгрессе, вот. Потому что вот ее противники оценивают, что на реализацию программы снижения налогов потребуется какой-то вот дополнительный доход в размере 2,4 триллиона долларов вот за 10 лет. Это большая сумма. Ну, кстати, да, аналитики Джиппи Морган как раз вчера опубликовали в свою статью, по-моему, в одном из изданий американских, что они очень скептически относятся. Ну, есть критика, да. Есть критика программы. Дмитрий, ну, а как повлияли вообще предвыборные обещания Дональда Трампа на мировой и американские, на мировые американские фонды вырыли? Ну, здесь мы можем рассмотреть вот такую таблицу. Таблицу, вот правый крайний столбец, это вот изменение индексов с момента победы Дональда Трампа на американских выборах. Вот. Ну, здесь представлены индексы развитых стран. И, как мы видим, то есть существенный, очень такой, как бы, хороший рост произошел. Вот. Верит. Верит в Трампа. Верит в Трампа. Вот. То есть можно отметить, что вот европейские индексы, там, Стокс, Евростокс 600, это все компании Европы, там, ДАКС немецкий, КЭК-40 французский, они даже опередили в росте вот индексы США, но это, в общем-то, в основном, как бы, произошло, потому что вот этот вот отказ от Тихоокеанского партнерства, планировалось еще и трансатлантическое, то есть считали, что вот он там может повредить европейской экономике, и вот такой вот еврооптимизм возник. Они отставали в росте, что если вот не будет такой активной международной деятельности, это вот пойдет на пользу Евросоюза. Они вот немного обогнали рост американских индексов, но это много. То есть для них, вот, для их ставки, там, нулевой практически вот по долговым бумагам, рост акций, там, на 15-18%, вот мы видим там Топикс, это Япония, там, почти 13%, даже вот Австралия, и то нижняя строка, да, 12,4%, то есть все дружно выросли, вот, все считают, что все получится в Америке, вот, то есть мировые индексы отреагировали ростом. А здесь вот мы можем рассмотреть, вот, в общем, индекс, это NASDAQ-100, вот, то есть американский индекс компаний высокотехнологического сектора, вот, он обновил исторический максимум, причем, что вот, что характерно, вот, всплеск, значит, двухтысячных годов, то есть пузырь доткомов, так называемый, вот, он произошел, по сути, на фоне того, что был придуман интернет и вошел там в широкое использование, вот, все эти компании там продемонстрируют, вот, дикий рост там во много раз, вот, и, в общем, в двухтысячном году, допустим, ну, вот, если мы возьмем индекс NASDAQ-композит, вот, он преодолел, значит, там, пять тысяч пунктов, вот, а для того, чтобы следующую тысячу преодолеть, ему потребовалось 17 лет, то есть вот разница между этим пиком, там, и вот сегодняшним максимумом 17 лет, то есть вот это, на мой взгляд, показывает, как бы, рискованность риска, вот, высокотехнологии, высоких технологий, в том, что ожидание, оптимизм может быть как бы слишком переоцененным, то есть надежды могут быть слишком сильные, вот, слишком такие, как бы, оптимистичные, и они могут не оправдаться, что, в общем, в дальнейшем чревато сильным достаточно обвалом, вот, и, в общем, если сказать, что в 2000 году, там, рост был оправдан, что действительно, ну, придумали интернет, да, придумали, его раньше не было, и вот за счет этого подражали акции. Сейчас вот ничего такого кардинального пока не придумано, вот, и можно сказать, что вот этот рост, там, с 2007 года, после кризиса, он обусловлен в основном, конечно, печатным станком, то есть вот три этапа количественного смягчения ФРС, вот то, что они печатали деньги, и снижение ставок, то есть, вот, первый пик в 2000-х годах, там, ставка была порядка 6% став ФРС, сейчас она ноль, фактически, ну, немножко растет, но гораздо ниже, и вот, за счет этого произошел рост, возможно, он немного искусственный, но так ли это покажет время. Теперь, что касается, вот, отдельных компаний, вот, опять-таки, здесь видно, вот, можно смотреть, вот, на среднюю колонку, 6 месяцев, то есть, изменение котировок за 6 месяцев. Ну, это как раз период, ну, практически период, ну, период, да, да, то есть, ноябрь, и вот, конец апреля, да, то есть, мы здесь видим, что тоже, все основные, вот, эти вот компании, известные, самые известные, они продемонстрировали очень такой внушительный рост, вот, то есть, ну, здесь фактически лидеры, лидеры американского высокотехнологичного сектора, компьютерные компании и так далее, вот, то есть, ну, да, есть, конечно, и там, некие акции, которые снизились, но мы сейчас говорим о лидерах, о росте, о том, что, вот, допустим, там, некоторые компании за полгода подорожали, там, на 50%, вот, и так далее, то есть, продемонстрировали достаточно мощное повышение, вот. Расскажите нам про, про, про лидеров. Да, ну, вот, компания Vertex Pharmaceuticals, тоже, здесь, не вдаваясь, там, какие-то особые подробности, просто можно отметить вот эти вот мощные достаточно пики, там, вверх, вниз, вот, то есть, если компания в пациентического сектора, то есть, как только получает какую-то лицензию, там, на продажу нового лекарства, или хотя бы положительные клинические исследования подтверждаются, сразу там, свеча вверх, сразу идет рост. Если что-то, да, что-то не получается, сразу вниз, вот, то есть, достаточно такой быстрый, рискованный бизнес, то есть, при торговле такими акциями нужно очень действовать решительно, решительно, не ждать, потому что все может произойти в течение нескольких дней. Ну, вот, еще тоже лидер рост это Тесла, как мы видим, за 4 года акции подорожали в 10 раз, вот, причем, опять-таки, тоже, вот, хороший пример, компания получает каждый год убыток, то есть, чистый убыток, пока прибыли, вот, еще не было у нее, ну, по крайней мере, в предыдущие годы. И вот, несмотря на свою убыточность, сама идея того, что вот, можно строить машины, которые ездят не на бензине, а на электричестве, вот, сама идея вот этой новой технологической, высокотехнологической революции в транспорте, она позволила акциям подорожать в 10 раз, вот, то есть, там, меньше 30, сейчас 300 за акцию, и, в общем, достаточно такие вот мощные, легкие вверх демонстрировать. Вот, ну, еще одна компания, тоже характерная для высокотехнологичного сектора, это у нас Activision, производитель видеоигр, вот, то есть, мощный, такой тренд наверх, очень уверенный, вот, то есть, это как раз то, что первично сознание или материя, ну, вот, акции производителей видеоигр демонстрируют нам, что вот сознание, видимо, опережает, да, опережает. Дмитрий, ну, Дональд Трамп вот собирается пересматривать ряд основных торговых соглашений. Как это влияет на другие страны? Ну, в частности, конечно же, Канада, Мексика и так далее. Ну, естественно, естественно, нужно это вот, потому что это основная идея, нужно об этом поговорить, потому что основная идея в том, что, да, хорошо, мы снизим налоги, но как компенсировать выпадающие доходы бюджета? То есть, Трамп предлагает это делать за счет вот соседей и всех торговых партнеров. Ну, вот что мы здесь видим, значит, вот Канада. Канадский доллар, ну, он так же, как и, в общем, рубль, вот, то есть, чем выше, тем слабее. То есть, вот, рост означает ослабление. Ну, вот, канадский доллар, значит, ослабел до 14-месячного минимума к американскому доллару, вот, это произошло из-за того, что, вот, министерство торговли США повысило пошлины на канадскую древесину. Вот, то есть, это вот первый шаг, как бы, пересмотра соглашения о североамериканской зоне свободной торговли, так называемое, нафто-соглашение, вот, оно вступило в действие в 92-м году, вот, и Америка считает, что Канада вот такой вредитель завелся у них, вот, и надо что-то с этим делать. Пока, вот, пошлины на древесину, но, сейчас рассматривается вариант пошлины на молочные продукты, то есть, вот, за счет этого предполагается обеспечить, скажем так, возможность для роста американских компаний. Вот, и, естественно, как мы видим, канадский доллар расслабляется, то есть, Канаде это идет не на пользу, вот, и теперь вот на, следующей на очереди может стать Мексика, которая тоже достаточно много чего продает США, вот, и тоже это вот не нравится команде, вот, нового президента. Дмитрий, так а все-таки существует риск отмены соглашения о североамериканской зоне свободной торговли. Действительно, соседи США настолько были беспокоены, испуганы такой постановкой вопроса, что, видимо, на каких-то, на каком-то высоком уровне потребовали уточнений, и оно действительно состоялось, то есть, Дональд Трамп официально заявил, что отмены этого важнейшего торгового соглашения не будет, но, возможно, пересмотр отдельных его частей. Благодаря этому, в общем, сегодня канадский доллар и мексиканская песо немного укрепились. Это хорошо. Ну, еще тогда вопрос. Вот сегодня ожидали заседания центральных банков Японии и Евросоюза. Вот какая есть информация вот на текущий момент? Ну, Банк Японии заседание провел, оно уже завершилось, и, в общем, инвесторы ожидали, что будет оно более таким активным, скажем так, и подтолкнет котировки иены наверх, то есть, будет способствовать ослаблению иены, вот, но их, в общем, ожидания не оправдались, и достаточно спокойно прошло заседание Банка Японии, в частности, учетная ставка осталась на том же уровне, минус 0,1%, программа выкупа активов или так называемых количественных смягчений тоже осталась без изменений на уровне 80 триллионов иен в год или там 700 миллиардов долларов примерно, то есть, никакого изменения денежной политики не предполагается, более того, Банк Японии пересмотрел в сторону роста прогноза макроэкономических показателей японских, то есть, ожидает более активного увеличения ВВП, вот, на 2017-2017 год повысил темп роста до 1,6%, с 1,5%, повышение небольшое, но, тем не менее, ожидает, что вот экономика будет развиваться активно, вот, и, в общем, на этом фоне ослабление иены прекратилось, приостановилось, вот, и дальнейшие свои, в общем, планы японский регулятор связал с публикацией последней отчетности, то есть, все будет зависеть от дальнейшей отчетности, и можно еще отметить, что в мае заседания не будет, а произойдет следующее только в середине июня, то есть, видимо, вот, какая-то стабилизация иены может возникнуть в течение этого времени. Что касается ЕЦБ, то заседание еще не произошло, в общем, тоже ничего сверхъестественного, какого-то экстраординарного не ожидается, вот, и, как мы видим, Евро немножко притормозил свое укрепление, вот, основная информация может прийти от главы ЕЦБ Марио Драги, ожидается его 45-минутная пресс-конференция, где он, в общем, как-то должен осветить планы своего ведомства относительно денежной политики и какие-то, может быть, прогнозы развития экономики Евросоюза озвучить, вот, но это мы пока только вот ожидаем. Хорошо. Ну что ж, на этом наша передача заканчивается. В студии был наш финансовый аналитик Дмитрий Лукашев, журналист Сергей Кудряшов. Следите за финансовыми рынками с программой новости рынка в Сайфси и Маркет. Смотрите нас утром и вечером. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова